недавно один парень в инстаграме выложил обработанную фотографию гиганатозавра из мира юрского периода 3 если вы не знали недавно вышел пролог первых пяти минут фильма который кстати фильме уже не будет скорее всего может и будет я не знаю но в общем сделали первые пять минут фильма показали нам и там был гиганатозавр вот собственно он из пролога это он и ниже это обработанная фотография одного человека такого гигантозавра нам показали он не всем естественно понравился особенно мне и собственно подписчикам естественно мы не от не такие были за рубежом тоже таких очень много которым гигантозавр не очень-то и понравился я не его сделали нормальным точнее конкретно один автор его сделал нормальным ссылку на его инстаграм оставлю в описании конкретно с этим постом давайте посмотрим почему же вторая картинка является куда более хороший эргономичный аутентичный в отличие от первой картинки и более того она еще и куда более научная и знаете в чем еще интерес вот этот вот фан-арт гигантозавра он сохранил всю эту страшную атмосферу вокруг гигантозавра и кроме того он отличается от тиранозавра мы видим шипы мы видим такие зубы взгляд немного немного такие брови то есть он все еще отличается от тиранозавра не надо его делать таким драконом чтобы люди различали их вот отлично небольшие шипы но кто сказал что шипы запрещены я конечно говорю что дашь слишком шипастый но когда говорю слишком шипастый это значит что он слишком шипастый это не значит что ему нельзя делать шипастом вот можно отличный пример того как сделали все и грамотно давайте разберем почему именно вторая картинка почему фан-арт но это даже не фан-арт это обработка сделано куда круче чем в оригинальном фильме гигантозавра и так приступим что мне хотелось бы сказать в первую очередь в первую очередь вот если мы посмотрим на череп гигантозавра вот он то мы заметим на черепе гигантозавра точнее на нижней челюсти есть вот такой вот острый подбородок он острый это такая особенность гигантозавров вообще-то если вы не знали соответственно давайте посмотрим если этот острый подбородок такая хорошая особенность у нашего киношного гигантозавра как мы можем наблюдать у него челюсть как у тираннозавра то есть она воп идет очень плавно отсюда и плавно идет туда глянем на череп более достоверного нашего друга фан-арта то мы сразу замечаем острый подбородок вот он вот настолько много внимания к деталям сделал человек когда делал эту картинку что даже учел вот это вот он более острый подбородок и более гладкий подбородок также что еще следует заметить это конечно же невероятно огромные наросты над головой гигантозавра что это такое да я понимаю конечно они у него были но я не думаю что они были настолько большими сейчас давайте посмотрим сюда вот мы видим то что они они есть они они все еще есть это не значит что их не было но они куда более маленькие куда более аккуратно это очень хорошо посмотрите вот на это и посмотрите вот на это и на этом фоне знаете и наросты никуда не пропадают то есть как бы гигантозавра остается гигантозавром с его вот этими вот наростами на черепе вот их можно посмотреть вот они это вот они. Он остается при этом симпатичным и не выглядит как Годзилла. Следующее, к чему я хотел бы обратить наше с вами внимание, это глаза. Давайте сначала к киношному перейдем. У киношного гигантозавра какой-то слишком острый взгляд. Он у него, знаете, если вот... Он у него вот такой. Вот. Он у него вот такой. И причем, заметьте, то, что размер глаза у него даже чуть больше, чем нужно. А теперь взглянем на вариант другой. Он уже более правильный. То есть он не вот такой, а вот такой. То есть находится под нормальным углом. И это не разрез вот такой, как у кошки, а вот такая точка. Вот это куда более правильный вариант, если что. Так, я, пожалуй, один нарост сотру вот эту вот, чтобы не мешало. Здесь тоже сотру. Взгляните вот сюда и взгляните вот сюда. Что вы замечаете? Да, морда здесь более острая. Она у него какая-то более треугольная. Здесь мы видим, что морда более округлая. И это хорошо, потому что, если мы взглянем на череп, то мы заметим, что морда у гигантозавра была более округлой. Итак, на что следует обратить внимание дальше? Дальше нам следует обратить внимание на заднюю часть черепа. То есть, про что я говорю? Это вот я говорю отдай. Что? Что? Зачем ты мне запрещаешь? Вот про эту часть. Вот это вот эта часть гигантозавра. И посмотрите теперь на эту часть у его, соответственно, правдоподобной версии. Вот она. Если вы не видите, то я вот покажу более детально. Здесь заканчивается у него над глазом. Идет вот так вот, вот так вот и вот так вот. Вот мы замечаем форму черепа гигантозавра. И в принципе она шикарная. Вот, задняя часть. Теперь давайте обратим внимание на заднюю часть у этого гигантозавра. Она у него, бла-бла-бла, что-то тут такое. И какое-то вот такое громоздкое она у него. Да, она что-то такое громоздкое, непонятное. Вот. И сразу вот так идет. То есть, они его пытались сделать максимально треугольным. Давайте взглянем на реальный череп гигантозавра. И мы убедимся в том, что задняя часть черепа тоже большая и тоже вот такая угловатая. То есть, видите, у нее неровности. То есть, мы не можем ее нарисовать просто вот так вот, как это сделали в фильме. То есть, надо обознать, что здесь было так-то, так-то, вот так-то. Вот. Почему мы это видим у правдоподобной версии? Потому что она правильная. И не видим это у нашей киношной версии. Дальше мы переходим к... Ближе к деснам, ближе к зубам. Давайте посмотрим на его зубы. Если мы посмотрим прямо в десну гигантозавру, то мы заметим, что его линия рта невероятно прямая. То есть, вот что я говорю. Оп, оп, оп. То есть, она почти что прямая. Тогда как на самом деле, вот, посмотрите на череп более правдоподобного. Немножко завышение, углубление и снова подъем. Почему должно быть именно так, а не вот так? Давайте опять же взглянем на череп. Это вот. Вы видите, небольшой здесь подъем, спуск глубокий, снова подъем и снова спуск. Вот. Это линия гигантозавра. Собственно, мы наблюдаем подъем, спуск, подъем и красивый череп. И здесь просто прямая линия и резко спуск. Непонятно почему. Хотя мы понимаем почему. Что мы делаем дальше? Это, конечно же, теперь следует обратить внимание. Надо чуть-чуть это все подтереть, чтобы не мешалось. Обратим внимание теперь на шипы гигантозавра. Смотря на киношную версию гигантозавра, то ты сразу замечаешь эти огромные наросты, которые около головы, которые не в тему. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас говорим дальше. Идем. Это эти вот наросты большие у него, которые вот так, вот так, вот потом что-то плоское здесь, потом вот так, вот так, вот так. Чуть ли не гребень спинозавра. Действительно такой огромный. И вот. Это его гребень. Теперь взглянем на более правдоподобную версию. Здесь все еще остались шипы. Да, прикиньте, не обязательно убирать шипы. Их можно оставлять. Нужно их сделать всего лишь аккуратнее. Вот. Они небольшие. Небольшие. Вот здесь можно побольше, 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 побольше. Оп. Снова ровная линия. И заметьте, да, у гиганантозавра есть горб, но он не так сильно выделялся, чтобы его прямо рисовать как горб Годзиллы. Не вот так вот. Его можно нарисовать вот так, да. Действительно вот так, вот так, вот так, вот так. И все. И вот все идеально. Вот вам, пожалуйста, наросты над глазами, нормальные глаза, нормальный подбородок, нормальная линия рта, нормальная задняя часть черепа и нормальные крепни. Точнее, наросты сзади него. Кроме всего этого, у него еще более худая шея, в отличие от этого какого-то не знаю, действительно Годзиллы. И более худые руки, заметьте. Вот, если мы обратим внимание. Но, все равно, я бы хотел кое-что подправить. Горб у гигантозавра действительно был. И да, вот так сильно он не торчал, однако он все же был. А здесь его, ну, почти что нету. Поэтому что бы я сделал? Давайте на секунду уберем и взглянем на отдельно нашего вот этого вот красавца. Что бы я здесь сделал? Я бы сделал вот так вот. Я бы приподнял ему чуть-чуть горб, чтобы было, ну, максимально правдоподобно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Просто чуть-чуть поднимаем ему горб. Так, стоп, не двигайся. Гигантозавр, не двигайся. Ты не должен портиться. Чуть-чуть приподнимаем ему, потому что, ну, без горба ему никуда. Чуть-чуть вот так вот. А здесь чуть-чуть понижаем. Все. Вот это самый максимум. И теперь посмотрим. Вот. Это уже куда лучше. Давайте посмотрим на предыдущую версию. Вот. Заметьте. Вы видите вот этот небольшой горб? Вот он. Какой он был у него и какой я ему сделал? Вот. Я ему сделал повыше. Соответственно, если мы уберем эту картинку, мы заметим то, что какой горб у него был до этого, и я сделал ему повыше. Все. На этом бы я закончил. Потому что это действительно вот это. Это классная версия гигантозавра. Соответственно, я ее даже чуть повыше перенесу. Теперь, когда я ему добавил небольшой горб, который действительно у гигантозавра был, то теперь это прямо на стопроцентно классный, правдоподобный, научно достоверный, аутентичный, невероятный гигантозавр, которого я бы просто хотел видеть в фильме. Вот такого гигантозавра я ждал. Это просто, это шикарно. Это правильная версия гигантозавра. Что это такое, что это за чучело, я не понимаю. Что они из него сделали? Почему у него такая большая грудная клетка, когда, на самом деле, она должна быть вот такая? Почему у него настолько огромные лапы, когда у него должны быть они тоньше, меньше? Здесь горб я уже сам поставил. Ну, собственно, зачем ему такой большой горб? Зачем у такие большие гребни? Зачем у такие огромные рога? Зачем... А где подбородок его? Почему вы делаете ему рога острые, а подбородок оставили, как у всех тераподов? У него был острый подбородок. Собственно, вот это вот все детали, особенно вот эти кошачьи глаза его, это всего лишь выпендрешь. И вот этот гигантозавр, этого я бы хотел видеть в фильме. Этого я бы в фильме видеть не хотел. Спасибо, что посмотрели мой Палео подкаст. Если вам понравился такой подкаст и вы хотите, чтобы я тоже обозревался графическим планшетом и стилусом каких-нибудь других динозавров из других фильмов, там вплоть до угла подбородка, глаз, шеи, рогов, ну то есть так очень дотошно, то обязательно ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. Переходите по ссылкам в описании, там есть ссылка на автора вот этого вот невероятного арта, фан-арта с правдоподобным гигантозавром. Не забывайте подписываться на меня в инстаграме, вот где-то сейчас вот здесь надпись вылезет, мой инстаграм. Подписывайтесь, переходите, там в принципе ничего интересного, но иногда что-то выкладываю. Особенно чекайте истории, иногда там анонсы видео. И, конечно же, помните, думать полезно. Субтитры сделал DimaTorzok